Слушай, не беси меня, окей? Тебе уже передали, что я тебя намерен сломать? Я слышала, я вчера дома был. Ты поцеловал Наташу? Я сказала, встали и пошли к врачу. Нас только что зашкварили. Поздастся вам всем позаскурить. Сегодня экспертиза показала, что это нечто иное, как... Веселись, пока есть возможность. Ну что, друзья, новое видео, новые школьные трудности. С вас, как всегда, более 100 тысяч лайков. Вас на с продолжение. А если ты еще не подписан на канал, обязательно подписывайся, потому что наша цель это 2 миллиона. Приятного просмотра. Ты можешь выйти из класса на 5 минут? А что мне еще для тебя сделать? Тебе что, тяжело выйти? Слушай, не беси меня, окей? О, Полина! Дима, ну ты серьезно? Я не целовал Наташу. Дело не в том, кто кого целовал, а дело в твоей реакции на всю ситуацию, Дима. Ты поцеловал Наташу? Вообще-то она меня поцеловала. Мы с Наташей только расстались, и ты сразу решил застаривать? Да она мне не нужна, мне Полина теперь нравится. Ну? Где Полина? Может уже тогда с Наташей замутишь? Мы с ней расстались из-за того, что она постоянно про тебя то и делала, что говорила. Ты серьезно? Слушай, Полина ушла. Иди исправляй ситуацию. Но если что, Наташа тебя все еще любит. Вы из-за этого расстались? Свали! Дима! Привет, ребята! Ты Полину видел? Нет, случилось что? Мы с ней поругались. Слышь, нам все же было хорошо. Что это? А, это бумаги с больницы, нужно классом руководителю передать. Это цветок. А, что за бумаги? Бабушка в больнице будет лежать какое-то время. Все в школу. Бабушку в больницу положили? Опять ты. Слышь, не опять, а снова. И вообще, радуйтесь, что я никому не рассказала. То, что у меня в грушу засунули маминки. И вообще, с сегодняшнего дня я ему строю худшее время в школе. Понятно. Слышь, Огрызок, ты думаешь, что ты здесь все могучий? Слышь, Пушь, ты думаешь, что если ты на массе, то ты потянешь меня? Сашу не трожь. Ты ему Мишку купил, он тебе цветы, да? А ты что, меня построить хотите, что ли? И кто из вас толку будет? Ты больной? И что дальше? Ты драться не будешь, что ли? Нет. Мы реально льотер, по которой кроме слов ни на что не способны. Что за фигня? Толстый, веселись, пока есть возможность. Пошли, девочки. Что это было? Нас только что зашкварили. Он игрушку забрал. А что ты ему ничего не сделал? Он не женасть в два раза. А ты больше его в два раза. Никому об этом не говори. Если что, об этом я тоже никому не скажу. Пошли в класс. Да блин, что такое? В общем... Так, Дмитрий, Александр, рассаживайтесь на места, чего опаздывали? Так звонка ведь не было еще. Я, это, цветами займусь, сейчас отнимаю. Так, быстро на места. У меня сейчас будет серьезный разговор со всем классом. Итак, мои любимые дети, сейчас у вас пройдет урок биологии. С тем самым учителем, на уроке которого вы выбили дверь и сломали дверь. Тот самый учитель, который от нас справки требовал в больничке. И у него еще погоняло бульдог. Все правильно говорю, Ляполь Дарнольдович. Просто тебе был рот скотчем зато. Я думаю, это не поможет. Если только... Сядь на место. Да, я понял, что вы собрали весь класс, чтобы сказать, что дисциплина у нас должна быть хорошей. В ином случае мы не попадем на дискотеку или на мид школы. Либо же вообще нас попрут со школы. Все верно? А вы что, цветы выращиваете? Дерзкий, твою же нальем. А у нас время подготовиться к уроку. Будет ли вы всю перемену своей лекции затянете? Так, ладно. Доски не ломать, двери не выбивать. Стекла не разбивать. Телефоны не воровать. Всем все ясно? Я спрашиваю, всем все ясно? Да. Вот и молодцы. Справки к уроку все подготовили? Нас же без них в смирительные рубашки засудут. Помните? О, Сашка, а кому цветы? Саш, реально, а кому это цветы? Вообще-то этот букет я тебе купил. В смысле мне. Саш, ты же сам говорил, что она корова. Им цветы дарить не надо. Она же их съест. Я купил эти в дыше, чтобы загладить свою вину вперед. Ты про какую вину говоришь? Извини меня за то, что я тебя часто обзывал и срывался на тебя. Ты вроде нечеткая. Так, цветы не трогать и не ломать. Я их только удоблю. А чем вы их удобряли? Коровьям по метам? Если да, то обратились бы к Анжелке. Она бы быстро с этим справилась. Дерзкий, закрой рот. Реально, Дерзкий, не говори так. Да господи, вас нельзя трогать. Полину и Диму тоже нельзя. Наташу с Германом не трожь. Где на них осталось? И то клинья к Соне подбивает. Над кем вообще тогда шутить? А Дима с Полиной, кстати, поссорились. И Наташа с Германом рассталась. Шимон, ты успел у Полины телефон или что случилось? Чего поссорились? Просто Дима любит, когда его другие девочки в щечку целуют. Да ничего я не люблю. Наташ, а ты не хочешь объясниться, зачем ты Диму в щечку поцеловала? Я просто не подумала и поцеловала его в щечку. Что здесь такого? Ну, если в щечку, то тогда точно нужно переводиться в другую школу. Задумайте. Ты сейчас просто так цепляешься. Я не вижу в этом ничего такого. Вот именно, поцелуи в щечку нет ничего такого. Я, конечно, не хочу показаться ревнивой, но на поцелуй в щечку так не реагируют, как ты, Дима. Наташа, блин, скажи, что у нас не может быть отношений. Ты чего молчишь? А это точно удобрение? А что это может быть? Ну, разве удобрение выглядит именно так? Ты хочешь сказать, что наш строитель? Я ничего не хочу говорить, но, по-моему, такие штуки в цветах прячут. Мне с целью удобрить растение. Вы что, тупые? Это для удобрения цветов. Они так и выглядят. Что за тупые вы тут нашли? Коротышка, ты снова классный ревнис. Слышь, Павла, тебе уже передали то, что я тебя намерен сломать? Тебя опять в грушу засунули. Смотри, чтоб тебя в обезьянник не засунули. Чудовище волосатый. Что ты дергаешься? Судороги схватили, что ли? Показывайте, говорю, что здесь будет. Свали из класса, пурлова. Матер совет сходить в больничку и провериться на блок. Собаки, то что так же, как и ты, чешутся вечно. Показывайте, говори, что нашли. Ты реально выйдешь из класса. Слышь, малышка, еще одно слово, и я тебя поцелую в губы. Что? Что слышала? Что здесь было? Я не поняла. Что здесь происходит? Ужанн, учитель. Они всем классом промышляют что-то в цветах. Ты что делаешь здесь? Я мимо проходила и услышала, что тут... Быстро в твой класс. Молитесь, то сдастся вам всем по заслукам. Я сказала, покиньте класс, учитель. А вы все сели по местам. А вам кто-то говорил, что вы похожи на преподавателя по зелье варенью из Гарри Поттера? Я сказала, сел на место ученик. Хорошо, сажусь. Только не превратите меня своей волшебной палочкой в лягушку. Напомню для тех, кто забыл. Зовут меня Бульдог Нателла Павлина. Прошлый урок биологии нам не удалось провести по причине того, что некоторые ученики, которые не владеют здоровой психикой, умудрились сломать доску и выбить дверь. Я надеюсь, на этом уроке форс-мажоров не будет. Верно я говорю? Ученик. Все правильно, ученик. Я услышу хоть одно слово. Я сразу всех отправлю в медпункт. За справкой, чтобы вы принесли доказательства того, что вы пригодны к учебе. А сейчас приступим к теме урока. Саша, слушай, как мне объяснить Полине, что она мне нравится? И то, что Наташа меня поцелала сама. Ну так и скажи, что она тебе нравится. Это ей виноват. Ты же слышал сам, что она не хочет меня слушать. Ну а Настя сейчас ведет себя так, как явила себя когда-то Наташа. Может, это защитная реакция всех девушек? Не знаю. Так зачем тебе Наташа поцеловала? Герман сказал, что они расстались с Наташей из-за того, что Наташа вечно говорила обо мне. И он типа не выдержал. И типа она тебя до сих пор любит? Да, но мне с Полиной нравится больше. Значит, нужно исправлять как-то. Попроси, дерзкого тебе помочь. Он со мной не общается больше. После того, как телефон его утопил. Не фиг бы выучили сам ворота. Ты же знаешь, что это не я. Встали. Зачем? Я сказала, встали и пошли к врачу. Мы будем молчать. Я прошу прощения, аж первое. Получается, к врачу можно не идти. Врач сам пришел. Уважаемый доктор, вы бы лучше вот этого жирного проверили. Он все время читал все на уроке. Я прошу прощения. А что здесь происходит? Сообщение просто другое, что вы там, Фанся, а чем шейдаж. Могу проверить. Что, прямо на уроке, что ли? Ну, такая у нас работа. А вы можете проводить урок. Наталла Павлиновна, если не хотите здесь чем-то заразиться, то пусть лучше правящихся сделать свою работу. У тебя нет урока? Есть, я просто в туалет открою. Это туалет? Извините. Уважаемый учитель. Могу я ученика забрать? Смотрите, кого хотите, можно я продолжу? Что случилось? Сашка, походу, все-таки блохастый. Быть цветочки выкинула. Все, концерт окончен. Тему урока все записали? Да. Зелье варенье и его свойства. Все записал Наталла Павлиновна. Вы сейчас встанете и пойдете вслед за учеником. Я так понимаю, у меня блок при просмотре не обнаружили. У вас не блоки, у вас глисты. Раз вы на месте усидеть не можете. Прошу прощения, можно цветы польем? Это школа? Или двор проходной? Можно тогда цветок заберу, а дальше сам разберусь. Забирайте и выходите. И дайте мне наконец-то продолжить урок. Прошу прощения, больше не побеспокую вас. Ответьте мне на вопрос, ученик. Как определить сиротский? Хоть это не относится к нашей теме, но все просто. Ворон это мужик, а голубь это баба. Так, никому не двигаться. Работает отдел по борьбе. У вас здесь что, урок идет? Вы кто такие? Спокойно, нам вызов поступил, что в цветке обнаружено... Молчать! Зачем вы дверь выделили? Ну, не получилось. За дверь извините, конечно, ребята. Так, ты поднял руки. Я зашел в цветы только полить. Если что, я вчера дома был, у меня алиби есть. А что здесь происходит? Я же отошел на пару минут. Дима, это ты устроил? В смысле? Так, я не понял, а что с дверью? Александр, а почему вы выяснили? А вы еще кто такие? А я же говорил, что этот класс что-то промышляет. Так, сейчас все давайте пройдем для разбирательства. А вы дадите хоть раз у меня провести урок нормально в этой школе? Набелла Павлиновна, на вашем месте я бы так не нервничал. Волан-де-Морт в школу явился. Настало время ваше зельеварение на практике проверить. Да, Сашка? Волан-де-Морт это кто? Ты зачем на лысо побрился? Так у меня в шее нашли. Если ты не знал, то есть препараты, убивающие в шее. В смысле есть. Она мне сразу предложила на лысо пастричь. Типа так быстрее будет. Ну я и согласилась. А откуда у тебя вши? Я откуда знаю. Ну на тебя девочки из параллели высыпали что-то сегодня. Может там вши были? Верс, тебе следующего надо просто. Полина, слушай. Мима, давай потом. Что, они хочут прощать тебя? И все из-за тебя. Ты же не знала, что все так будет. Прости. Получается, что ментов в школу тоже камран вызвал? Ну, видимо, он встит нам за то, что мы ему в грушу засунули. По наводке одного из учеников школы, который захотел остаться инкогнито, была произведена анония. В ходе расследования в цветах было обнаружено страны, которые мной впоследствии были отправлены на экспертизу. Сегодня экспертиза показала, что это нечто иное, как удобрение для цветов. Перед школой приносим свои извинения, потому что информация была проверена некачественно. И мы нарушили график общих занятий. Нет, ну вы реально уже достали. Объясните мне, как именно в вашем классе выбили дверь? Именно на вашем уроке нашли в шею? Вы больные или что? Так это как вра нас подставила. Ну, конечно, все во всем виноваты, кроме вас самих. Я теперь понимаю, Александру Юрьевну, почему она постоянно на вас рано. Вы теперь понимаете, что бульдог Нателла Павлиновна после всех этих обстоятельств больше никогда не проведет с вами урок. Если честно, нам не особо-то и нравилась ее методика преподавания зельеварения. Дерзкий ты-то куда? Может, это, дверь не будем ставить? Кто его знает, что может в следующий раз случиться? Полина, да блин, ну что мне сделать? Преданный мой, преданный класс. Ребят, огромное спасибо всем за просмотр. Не забываем ставить лайки и подписываться на канал. А если мы соберем более 100 тысяч лайков за кратчайший срок, то Саша в следующем ролике снимется в женском парике. Всем спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok